Всем привет ребят, с вами как обычно Флоди. И вчера, 28 числа, Даня Демпрод и Саня Радиотехника выложили подкаст на тему Практический финал, когда релиз. Говорили они про новую карту. И я специально посмотрел этот подкаст, чтобы рассказать про что там говорят. Только перед началом подпишись на мой канал, а также поставь лайк на этот ролик. А мы погнали! Итак, начнем с РЖД, какие обновления там будут. Во-первых, была только кольцевая ветка, а сейчас на новой карте появится отлетление. Кольцевая ветка, если что, останется. В мирном теперь будет несколько вокзалов. Появились станции для электричек, но как сказал Даня, они еще будут появляться. И на этом пока что ребят про РЖД все. То есть, Даня Демпрод сказал, что увидите все с новой картой, так скажем. Теперь давайте поговорим о том, что уже готово на новой карте. Основные города. Приволжск готов на 95%. Невский тоже примерно готов на 95%. И 90% готов в мирный. Пригород всей карты примерно готов на 80%. И это пока что ребят только по процентам. Но еще Даня сказал, что не расставлены все столбы, светофоры, мусор, деревья. То есть, работы еще достаточно много. Но новая карта выйдет без тех же самых щелей. То есть, в карте. Еще давайте вспомним, что разрабам придется сделать оптимизацию, что является достаточно долгим процессом. Был вариант перейти на другой движок. Но тогда мы новую карту увидим совсем не скоро. Ведь когда ты переходишь со старого движка на новый, то много чего поменяется. И это нужно будет переделать. А также еще многие задавали вопрос в телеграме радиотехники. То есть, будет ли вайп? Вайпа, ребят, не будет. То есть, вам имущество все останется. Все, что у вас было, оно останется. То есть, вайпа, ребят, никакого не будет. Еще они вспомнили в этом подкасте про свой новый проект, который они будут делать после новой карты на провинции. Это Боема. То есть, вот этот проект уже может выйти на другом движке. Но не на МТА. Но для начала нужно закончить провинцию. Это еще слова Дани Демброда. С выходом новой карты уже не будет версии бета или демо. Уже выйдет полноценный релиз МТАшки провинции. И те, кто думали, что новая карта выйдет уже в этом году, то нет. Нифига. Разработчики просто не успевают делать карту. А еще скоро зима. И это им придется заменить текстурки, дорог и другие. И все же новую карту мы увидим уже в новом 2022 году. Да, это обидно. Ведь уже так и хочется поиграть на новой карте, покататься на своем авто. Ну и понять разработчиков тоже можно. Ведь новая карта это не просто новые текстурки, а это еще и новые системы. Да, про это они тоже сказали. То, что добавится много новых систем. А какие именно, они не упомянули. А выпускать новую карту со старыми системами, ну как-то не по кайфу. Ладно, давайте отойдем от релиза и поговорим о другом. Во-первых, появятся тоннели, по которым будут ездить автомобили. Сейчас на провинции такого нету, поэтому это будет что-то новенькое. Также появится горная местность. Только не думайте, что это будет Чилиад. Еще добавятся поселки, в которых будут жить только те, у кого есть много денег. И это не рублевка. Запомните. Это просто обычные улички, где будет расположено примерно по 4 домика. Ну и, ребят, на этом я хочу закончить данный ролик. Спасибо, кто досмотрел до конца. Может быть, я что-то упустил, поэтому ссылку на подкаст я оставил в описании. С вами был, как обычно, Флоди. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok